30 пятиклассников 31-й школы областного центра пополнили дружные ряды кадетов. Накануне на священной земле Брестской крепости прошла торжественная церемония посвящения. Поздравить юных друзей-пограничников с этим замечательным днём пришли представители Госпогранкомитета, Института пограничной службы, городской вертикали власти, духовенства, а также друзья и родные. Хочу, ребята, вас поздравить с серьёзным ответственным событием в жизни, родителям сказать спасибо. Я думаю, что ваши ребята будут ходить в школу с большей мотивацией, с большим интересом. У них будет ощущение эксклюзивности, а это на самом деле так, потому что и руководство погранотряда, и погранкомитет уделяет большое внимание этому классу. И вот эти ребята со мной почти на всех мероприятиях, будь то остров пограничный, будь то мероприятия в крепости, это всегда здорово, это интересно, это дисциплинирует. И самое главное, делается этих ребят настоящих благородных граждан Республики Беларусь. Ритуал посвящения в кадеты – момент волнительный и торжественный одновременно, а главное, он точно запомнится ребятам на всю жизнь. Для кого-то вполне возможно, этот день и вовсе станет определяющим в судьбе. Уже сегодня пятиклассники-кадеты думают о том, чтобы связать свою взрослую профессиональную жизнь со службой на границе. У меня дядя военный, я сам захотел тоже быть военным. Я спросил у мамы, что я хочу стать кадетом, и она согласилась. Пограничный кадетский класс впервые в современной истории Бреста был создан в 2014-м. Пилотный проект прошел годовую обкатку, и сегодняшние шестиклассники с увлечением рассказывают о том, чем помимо учебы были наполнены их школьные дни. Тут и экскурсии на пограничные заставы, и ознакомление с работой кинологов, и чеканка строевого шага, и даже обучение навыкам стрельбы. А потому своим последователям ребята советуют не бояться трудностей и гордиться тем, что они стали кадетами. В этом классе учиться некоторым сложно, некоторым не сложно. Можно так сказать, что средним. То есть есть затруднения, но не всегда. В этом классе интересно. Я им прежде всего желаю удачи, чтобы они хорошо учились. Этот класс достаточно сильный, и маршировать иногда бывает сложно. Но если будешь тренироваться, то у тебя все получится. Так что желаю успехов. Большие надежды на маленьких жителей областного центра возлагают те, кто сегодня стоит на страже рубежей Родины. Пограничники уверены, если суметь заинтересовать и вдохновить этих мальчиков и девочек, то через несколько лет именно они смогут прийти на помощь, а затем и на смену нынешнему поколению стражей границ. В стенах этого класса эти ребята смогут получить первейшие навыки в охране государственной границы. Но самое главное даже не это. Самое главное – привидеть в них любовь к Родине нашим пограничным традициям. Если мы сможем это сделать, если мы сможем эти ребят повернуть в пограничную службу лицом, значит ровно через 5-6 лет мы получим 30 пограничников. И не важно, кто это будет – офицеры органов пограничной службы, или они просто вольются в ряды солдат срочной службы, или станут прапорщиками пограничного контроля. Самое главное, чтобы они остались гражданами и патриотами с Большой Бук.